Девушка принимает его ухаживание То парень обязан на этой девушке жениться А рядом есть либеральное общество В котором, если парень ухаживает за девушкой Девушка принимает его ухаживание То дальше у парня будет возможность принять решение Продолжать ли ему отношения с этой девушкой Жениться на ней Или же расстаться с ней Давайте посмотрим на то Чем в равновесии будут различаться исходы В этих двух обществах Давайте сначала попробуем предположить В каком из этих обществ будет лучше парням Может показаться, что им будет лучше в либеральном обществе Потому что у них всегда будет выбор Что делать дальше в случае, если девушка принимает его ухаживание Однако давайте все-таки формализуем эту игру И попробуем проанализировать ее с помощью известных нам методов Рассмотрим либеральное общество Пусть Саше понравилась Маше Маше Саше тоже понравился И сначала Саша принимает решение Ухаживать за Машей или нет Маша в ответ решает Принимать эти ухаживания Саше В случае, если он действительно их начал Или проигнорировать их Если пара начала встречаться То есть если Саша начал ухаживать А Маша эти ухаживания приняла То перед Сашей встает еще один выбор Продолжить с Машей отношения Или расстаться с ней Как устроены платежи игроков в этой игре? Саше лучше всего в ситуации Когда он какое-то время ухаживает за Машей Маша принимает его ухаживание Ну, а когда эти отношения себя исчерпывают Он с ней расстается Продолжать отношения с Машей И жениться на ней В случае развития отношений Для него все же лучше Чем вообще не начинать никаких отношений И уж гораздо лучше Чем попробовать поухаживать за Машей Но получить отказ в ухаживании То есть мы упорядочили Все возможные исходы для Саши Теперь попробуем упорядочить По степени привлекательности Исходы для Маши Маше лучше всего было бы Чтобы Саша начал за ней ухаживать Она приняла бы его ухаживание И затем они бы счастливо поженились Если она откажет Саше в ухаживании То это принесет ей точно такую же полезность Как и решение Саши Не ухаживать за ней вообще Маше не холодно, не жарко От того, что она Саше отказала Но хуже всего для Маши Ситуация, в которой она принимает Саши на ухаживание А он ее затем бросает Дерево этой игры устроено следующим образом Давайте найдем в этой игре Равновесие Нэша совершенное на подыграх Как всегда будем решать игру с конца Давайте представим, что мы оказались в ситуации В которой Маша приняла Саши на ухаживание Спустя какое-то время Перед Сашей встает выбор Либо расстаться с Машей Либо жениться Что делать? В случае расставания и свободной жизни Саша получает платеж равный 3 А в случае, если женится Получает платеж равный 2 Расстаться для Саши лучше Таким образом, в этой вершине Саша выберет расставание Откатываемся на одну подыгру назад Здесь ход принадлежит Маше Она принимает решение Что делать с Сашиными ухаживаниями Либо принять их Но тогда она знает, что потом Саша ее точно бросит И она получит платеж равный минус 3 А вот если она откаживается от ухаживаний Саша То тогда она получит платеж равный 0 Это ей выгоднее Она, столкнувшись с ухаживанием Откажет Саша Но тогда откатимся еще на одну подыгру назад Попробуем найти оптимальное действие Саши Если он примет решение ухаживать за Машей То тогда он знает, что Маша точно ему откажет И не примет эти ухаживания И тогда Саша, оскорбленный этим ответом Получит платеж равный минус 1 А если он вообще не будет пытаться ухаживать за Машей То платеж равный 0 Таким образом в этой игре Равновесие Нэша совершенное на подыграх такое Саша в самом начале не ухаживает за Машей А если вдруг игра дошла до ситуации В которой Саша ухаживал Маша приняла его ухаживание То в этой ситуации Саша принимает решение с Машей расстаться Маша в случае, если Саша начинает за ней ухаживать Эти ухаживания не принимает Таким образом в равновесии Нэша совершенном на подыграх Игроки получают платежи равные 0 Теперь давайте оставим это либеральное общество И обратимся к традиционному обществу Давайте представим, что мы отрезали от дерева этой игры Ветку, в которой у Саши была возможность бросить Машу После продолжительного этапа отношений Теперь Саша обязан жениться на Маше Таким образом, если Маша принимает его ухаживание То Саша автоматически получает платеж равный 2 Как изменится равновесие Нэша совершенной на подыграх Снова решаем игру с конца Если Маша столкнулась с ухаживаниями Саши То она в случае отказа будет по-прежнему получать платеж равный 0 А в случае, если она примет эти ухаживания Она знает, что Саша на ней точно, конечно же, женится И тогда Маша получит платеж равный 2 Она примет эти ухаживания Но тогда откатываемся на одну подыгру назад Саша, зная, что Маша точно примет его ухаживание Попытается за ней ухаживать Получит платеж равный 2 Что заведомо лучше, чем не ухаживать вообще И получать платеж равный 0 Таким образом, в равновесии с совершенным на подыграх Теперь, в этой новой игре Саша будет ухаживать за Машей Маша будет принимать эти ухаживания Они поженятся И каждая из них получит платеж равный 2 Получается странная вещь Сокращая множество возможных действий Саши Мы фактически улучшили платежи каждого из участников этой игры Коммитмент, который является женитьбой Позволил дать гарантии Маше, что Саша точно на ней женится Благодаря этому отказываться от ухаживания стало невыгодно И благодаря этому Саша будет пытаться вообще начинать ухаживать То есть, в обществе, в котором существует жесткий коммитмент на свадьбы После продолжительного периода отношений Игроки могут получать большие платежи Чем в обществе, в котором у них широкий выбор В множестве своих стратегий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok